Приветствую вас, Алина. Я не открою вам, наверное, секрет и тайну, если разделю точку зрения своих коллег, да, и скажу, что между интроверцией, как характеристикой личности, как характеристикой человека и умением строить отношения, связи как с колонией. Могут и биловерты строить отношения, по-своему, уникально, индивидуально, характерно для себя только, но могут. Могут экстраверты строить отношения, характерно для себя, индивидуально, уникально? Могут. Могут шизоиды, психотики строить отношения? Могут. Могут люди, обладающие неустойчивым характером строить отношения? Могут. Могут. Спильчивые эстероидные люди могут строить отношения? Могут. Даже эстероидные могут строить отношения. Поэтому индивидуально никак не характеризует человека, как не умеющего строить отношения. Проблема построения отношений связана с тем, что человек не умеет говорить на языке другого человека. Он говорит только либо на своем языке, понятном ему только, либо вообще не говорит. И поэтому другому человеку сложно понять. И здесь человек может быть экстравертом, интровертом, эстероидным, сизоидным, холериком, тангвиником, кем угодно. Если человек говорит на непонятном другом языке, то другой не может его понять. Отношения не построятся никак. Если между людьми ничего общего нет, вот ничего людей не объединяет, то отношений эти люди не построят. И не важно, экстраверт это, экстраверт это, тангвиник ли это, холерик ли это, и так далее. Не смогут люди построить отношения. Общение, общение является тем основанием, на котором выстраиваются отношения. Общение, оно может быть разным. Это не обязательно вербальное, вербальное общение. Оно может быть невербальным, совершенно спокойным. Но невербального общения, кстати, гораздо больше, чем вербального видов общения. Это целая отдельная наука. Вот. Общение является ключом к отношению. Но общение происходит от слова общий. Что-то общее. Интровертов может связывать то, что они интроверты. Интроверты с экстравертом может связывать цель. Интроверты с, допустим, эстероидом может связывать желание. Интроверты с ангвиником может связывать, там, ценности какие-то, что-то еще. И так далее. И если человек способен донести до другого, что у них это общее есть, то отношение сложится. Если не способен, то отношения не будет. Другой вопрос. Другой вопрос. Заключается в том. Вот. Знаете как. Часто остается один. Говорите вы. Сейчас. Ага. Интроверт. Часто остается одинок. А? Еще одна корреляция. Еще одна корреляция, которая требует своего внимания. Знаете, одиночество и интроверт. Интроверсия. Одиночество и экстраверт. Одиночество и эстероид. Одиночество и холерик. Заргвиник. И прочее. И прочее. Никак не связано. Вместо собой. Одиночество это болезненное восприятие человеком. Себя самого. И к интроверции оно отношения не имеет. Интроверт может не принимать себя. Но быть интровертом. А экстраверту может быть хорошо с собой. Но он. Будет совершенно спокойно общаться с людьми. Другими. Болезненность восприятия никак не связана с типом личности. Болезненность восприятия себя это совершенно иная проблема. Другого типа. Абсолютно. Совсем. Вот. Примерно. Так. Можно ответить на вопрос. То есть, вы знаете, вы с точки зрения психологии допустили две очень грубых ошибки. Логических. Это прямая логическая ошибка. В своем выражении. Я понимаю, что если бы вы были уверены в этом, если бы вы знали, вы бы не задали вопрос. И, собственно, именно потому что вы не знаете, я вам и отвечаю. Но, момент здесь в другом. Как правило, такие ошибки, они вытекают из картины мира. Целой картины мира. Цельной картины мира. Насприятие себя, людей. Это что-то более глобальное, чем просто то, что вы сказали. И, с точки зрения психологии, работать, ну, именно с тем, что стоит вот за вашей такой позиции. Если вы хотите, там, допустим, ну, к примеру, жить хорошо, качественно. Вот так. Ну, и просто на секундочку, вот попробуйте представить себе, что если бы между типом личности и построением отношений была бы связь, какими были бы социальные взаимодействия между людьми, ну, что-то типа Японии было бы, мне кажется. Тем не менее, есть некое основание, по которому вы выдвинули эту мысль. То есть, связь между интроверсией и одиночеством и связь между интроверсией и проблемами построения отношений. Понимаете, у интровертов нет, ну, как сказать, ничего лишнего, если это чистый интроверт, что бывает очень редко. У интровертов нет ничего лишнего в вопросах построения отношений. То есть, чистый, но здоровый интроверт, это человек, который отношения выстраивает, что называется, лаконично, интимно, понятно только ему и другому, его партнеру, всё. И другим людям скажется, что это не отношения. Потому что те же, например, эстероиды, те же, например, сангвиники, те же, например, холерики, вокруг ядра отношений, выстраивают такую огромную периферию, что это даст впечатление, что у них отношения бурные, яркие, полные, чувственные. Но на самом деле, это далеко не всегда. Так. Потому что отношения, если мы понимаем их аутентично, то есть так, как они есть, это всегда интимно, понятно только двоим и недоступно никому другому. Чем больше отношения распространяются на третьих лиц, чем больше третье лицо имеет основание сказать, что вот у них, если отношения это круто, тем больше шансов, что эти люди, про которые говорят, треть, выстраивают действительно здоровые отношения. Ну ага, обманывать, может, в принципе, каждый человек. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация будет разрешена. Спасибо.